Привет, меня зовут Александр Солезнев, вы смотрите программу Сладкие Истории. Сегодня история у нас будет фруктовая, так как я сегодня буду печь апельсиновый рулет с начинкой из кураги. А также я научу вас правильно заваривать кисель с кусочками фруктов. А подавать я кисель буду с мороженым. Для начала я беру 115 граммов кураги, выкладываю ее в кастрюльку и заливаю курагу апельсиновым соком. Таким образом я делаю начинку для апельсинового рулета. Ставлю на плиту и провариваю в течение 5 минут. Ну а пока варится начинка из кураги, я займусь приготовлением апельсинового рулета. Для этого мне потребуется 4 яйца. Сейчас мы будем делать бисквит. Запомните, если вы делаете бисквит и в рецепте написано 4 яйца, то обязательно яйцо используйте в первой категории. Потому что в магазине продаются яйца как в первой категории, так и в второй. На самом деле разницы большой нет. Они не отличаются по форме. То, что первая категория побольше, вторая поменьше. Но отличие есть в белке. Белок в первой категории весит 30 граммов, а белок в второй категории весит 20 граммов. Поэтому если вы делаете рулет, и написано 4 яйца, обязательно в первой категории. Я добавляю сюда 100 граммов сахара в яйца. Для бисквита яйца желательно взбивать теплые. Если для безе белки должны быть охлажденными, то на бисквит яйца обязательно должны быть теплыми. Яйца с сахаром взбиваю в пышную и воздушную массу. До полного растворения сахара и увеличения взбитой массы где-то раза в 3 или 4. Вот такая получается белоснежная яично-сахарная масса. И сюда я должен ввести 120 граммов муки. Муку, как вы знаете, обязательно просеиваем через сито, для того, чтобы избавиться от посторонних примесей. Далее нам потребуется 50 граммов маргарина. С этим маргарином выпечка получается румяной и аппетитной, с нежно-сливочным вкусом. Для того, чтобы добавить маргарин в бисквит, я возьму 1 четвертую пачки маргарина и поставлю его на плиту. Чтобы ввести маргарин в бисквит, его нужно обязательно растопить. Некоторые вводят маргарин таким образом. Сначала они разогревают его на плите, охлаждают и только потом вводят в бисквит. Я же делаю наоборот. Я ввожу кипящий маргарин в бисквит. И он у меня получается очень пушистый, очень воздушный и очень пористый. Поэтому в самом конце вводим маргарин, желательно кипящий. Но пока он у меня закипает, я перемешиваю аккуратно муку с яично-сахарной массой. Откуда я взял этот рецепт? Когда я работал в одной из фешенебельных гостиниц, то мы там делали рулет с маком. Я решил его немножко модернизировать и изобрел свой такой вот рулет абрикосово-апельсиновый. Потому что я очень люблю курагу, и поэтому в качестве начинки стал использовать курагу, которая всегда находится под рукой. Итак, перемешиваю муку. У нас получается вот такая масса бисквитная. И уже в самом конце в бисквит я добавляю растопленный кипящий маргарин. Аккуратно перемешиваю в одном направлении. Бисквит нельзя мешать в разных направлениях, кто как хочет, кто влево, кто вправо. Желательно к себе и периодически вращаем миску. После того, как маргарин с бисквитом перемешался, я беру апельсин, беру терку мелкую и натираю сюда цедру. У меня получится апельсиновый рулет. Когда натираешь цедру, там стоит такой вкусный апельсиновый цитрусовый аромат. Я думаю, что когда я поставлю рулет в печку, у меня тут все сбегутся на этот запах. Итак, натерли цедру. Перемешиваем апельсиновую цедру с рулетом. И теперь самое время выкладывать его на противень. Для этого сейчас возьму пергамент. Застилаю. И выливаю бисквитное тесто на противень. Как вы уже заметили, в бисквитное тесто я не стал добавлять разрыхлителя. Конечно, если вы боитесь, что оно у вас не поднимется, на всякий случай можно добавить чуть-чуть соды. Но я как бы считаю, что если хорошо яйца взбить, то соды здесь не обязательно. Теперь рулетный бисквит мне нужно очень тоненьким слоем распределить по поверхности противня. При помощи ложки аккуратно разравниваем тесто по листу. Рулет готов. И теперь самое время ставить его в духовку на 200 градусов 7 минут. Пока выпекается апельсиновый рулет, я займусь приготовлением киселя с кусочками фруктов. Для этого мне потребуется 300 миллилитров воды, которую я выливаю в кастрюлю. Также я сюда же добавляю 115 граммов сахарной пудры. Вы можете взять как сахарную пудру, так и сахар. Затем сюда же добавляем несколько звездочек, гвоздики. Чуть-чуть корицы. И все это ставим на плиту. Доводим до кипения. Провариваем в течение 5 минут. И только потом будем добавлять фрукты. Фрукты я буду использовать какие? Добавляем свежие сливы, которые я уже порезал напополам и удалил косточки. Нектарины, вишня. А также я взял свежее яблоко, которое я также почищу и нарежу на дольки. Яблоко я беру в самую последнюю очередь, потому что вы знаете, что яблоко очень быстро кислеет. Поэтому в самую последнюю очередь. И бросаем потом в сахарный сироп. Если вы хотите все подготовить заранее, тогда возьмите лимонный сок и сбрызните яблоко. Тогда оно у вас точно не потемнеет. А вы знаете, что история о киселе записана еще в древних летописях? Один такой старец, его звали Нестор, писал, что печенеги как-то осадили один из русских городов. И так долго его оккупировали, что людям нечего было есть. И они стали голодать. И тогда один мудрец приказал собрать все, что есть у всех дома и сварил кисель. Затем он вылил этот кисель в колодец. И люди стали оттуда этот кисель есть. И когда они пригласили на переговоры печенегов, те удивились, что сама земля кормит этих людей. И только тогда они сняли свою осаду. Вот так кисель спас этот город. Далее я беру лимон. С него я снимаю цедру и выдавливаю сок, которым я буду поливать яблоки. Для того, чтобы они не потемнели. О, я слышу, что выпекся уже бисквит. Я пойду его вытащу из печки и переложу на что-то холодное. Потому что если я этого не сделаю, то он может просто высохнуть на листе. Итак, апельсиновый рулет готов. И я сразу же его перекладываю на холодный стол. Посмотрите, какой получился ароматный и вкусный апельсиновый рулет. Он должен легко гнуться, для того, чтобы можно было потом свернуть его в рулет. А как сворачивать в рулет, я об этом вам расскажу позже. И следите еще за тем, когда вы выпекаете рулет, чтобы ни в коем случае он не засох. Готовность рулета определяется при нажатии на него пальцами. Если рулет принимает обратную форму, какая она была изначально, значит он готов. Если все-таки пальцы там остаются, значит надо будет еще немного его попечь. Смотрите. Форму восстанавливает, рулет готов. Я перекладываю его на соседний стол, а сам приступаю к приготовлению киселя. Сахарный сироп с пряностями прокипел 5 минут. Затем сюда я добавляю цедру лимона. Добавляю нектарины, которые я режу на четвертинки. Раньше я думал, что нектарины вывели ученые-селекционеры из персиков, потому что им не нравились ворсинки на персиков. И они вывели нектарины. На самом деле это не так. Это природная генетическая мутация персика. И она получилась сама по себе. Итак, нектарины я кладу в кипящий сироп. Затем сюда же выкладываю свежемороженую вишню. Также выкладываю половинки слив. И уже в самом конце кусочки яблок. Все это накрываю крышкой и даю вариться в течение 5 минут. Не больше, иначе ягоды все разварятся. Пока варятся фрукты в сахарном сиропе, я займусь крахмалом. Для этого я беру 50 граммов крахмала и развожу холодной водой. Именно благодаря крахмалу кисель имеет такую густую консистенцию. Крахмал разводится обязательно холодной водой. Некоторые спрашивают, а почему у нас кисель такой жидкий или такой густой чересчур? А потому что заваривают либо теплой водой, либо горячей. И кисель уже получается сразу комком. Воды я добавлю на глаз. Ну так, немножко. И уже когда я вытащу ягоды, буду вводить в кипящий сироп крахмал. Пока фрукты варятся, я займусь приготовлением абрикосовой начинки. Для этого мне потребуется блендер. Сваренная курага в апельсиновом соке выкладывается в блендер. Если у вас под рукой нет блендера, вы можете взять мясорубку. Через мясорубку все это прокрутить. Нажимаем на кнопочку. И через несколько секунд начинка готова. Итак, начинка из кураги готова. Я вставляю ее в сторону. И теперь беру бисквит, который у меня полежал на холодной поверхности. Он полежал, и немножко все-таки у меня получился бисквит суховатый. Если все-таки это происходит, я предлагаю сделать обычный сахарный сироп. Это берется 100 граммов сахара, и 100 граммов воды доводится до кипения. И пропитываю поверхность бисквита. Он пропитается и станет намного мягче и более послушным, чем он есть сейчас на самом деле. Итак, пусть рулет немножко потом полежит, пропитается сахарным сиропом. И уже потом мы будем выкладывать абрикосово-апельсиновую начинку. После того, как бисквит пропитался и полежал какое-то время на столе, я приступаю к выкладыванию начинки. У меня есть один очень давний друг. Его зовут Алишер. А родом он из Узбекистана. И мы как-то с ним участвовали на шоколадном шоу. Мы совместно делали шоколадное платье. И так как этот процесс не быстрый, нам приходилось очень долго изобретать, какое платье из шоколада мы будем делать. И когда я к нему приезжал для того, чтобы обсуждать эскизы шоколадного платья, то он меня постоянно угощал курагой. Но курага была необычная, не то что у нас такая маленькая, невзрачная. У них в Узбекистане, как он объяснял, курага очень большая, потому что они делают ее сами дома. Курага была настолько вкусная, что такой кураги я еще, честно говоря, ни разу не пробовал. Итак, заворачиваем рулет. Смотрите, каким образом. При помощи пергамента я беру и сворачиваю рулет в рулет. И теперь придайте изделию форму рулета. Для того, чтобы рулет сохранил свою форму, мы заворачиваем его в пергамент и убираем на 10-15 минут в холодильник. Пока охлаждается рулет, я приступаю к выкладыванию фруктов из сахарного сиропа. Будьте аккуратными, чтобы фрукты не разварились, а сохранили свою форму. Ну и затем в кипящий фруктовый сироп я добавляю предварительно разведенный крахмал. Добавляем тоненькой-тоненькой струечкой и при этом быстро-быстро мешаем венчиком. Провариваем таким образом в течение 1-2 минут. И снимаем с плиты. А я продолжаю. Сейчас я займусь приготовлением сахарной глазури для покрытия поверхности рулета. Для этого мне потребуется половинка лимона, из которой я выдавливаю сок. Затем ложкой я удаляю семена и буду добавлять сюда, в лимонный сок, сахарную пудру. Сахарную пудру мы вводим в лимонный сок постепенно. Чуть-чуть добавили, перемешали. Здесь самое главное ловить консистенцию. Добавляю еще немного сахарной пудры. Как вы уже заметили, когда вы перемешиваете сахарную пудру с лимонным соком, по цвету она получается немножко такого сероватого цвета. А для того, чтобы сахарная глазурь получилась нежно-нежно белого цвета, для этого нужно сахарную пудру с лимонным соком достаточно долго повзбивать. Тогда она будет менять цвет на белый. С каждым разом она становится все гуще, гуще и гуще. И вот она уже почти готова. Вот сахарную глазурь нужно определять по мере стекания с венчика. Вот таким образом на глаз надо будет ловить консистенцию. Вот и все, сахарная глазурь у меня готова. Посмотрите, как медленно она стекает с венчика. Я смогу легко и без проблем заглазировать лимонной глазурью апельсиновый рулет. Ну а пока я отставляю сахарную глазурь в сторону и приступаю к приготовлению апельсиновой соломки, которую я буду потом посыпать сверху на апельсиновый рулет. Снимаем тоненьким-тоненьким слоем именно желтую корочку. Старайтесь как можно меньше отрезать белой. Я порезал цедру апельсина на вот такую соломку. И теперь я отправляюсь за рулетом. Рулет у меня постоял где-то минут 10-15 в холодильнике. И затем я беру противень и сверху на него кладу решетку. Эта решетка может использоваться как для запекания, так и для глазирования кондитерских изделий. Теперь я беру свой рулет и перекладываю его на решетку. После того, как я разместил рулет на решетке, я беру сахарную глазурь и начинаю ее выливать на поверхность рулета. Даже если где-то у вас образовались швы, когда вы сворачивали рулет, при помощи сахарной глазури все это скроется. Поэтому не переживайте, если у вас будут какие-то трещины на поверхности рулета. При помощи ложки можно слегка обмазать бока. Вот такой получился ровный и аккуратный заглазированный рулет. Сверху на его поверхность я буду выкладывать апельсиновую соломку. После того, как мы заглазировали рулет, он должен немного постоять. Ну, я думаю, где-то минут 5-7, потому что корочка его должна чуть-чуть схватиться. После этого мы будем резать рулет уже на порционные куски. И я буду уже его вам подавать. Рулет я уже нарезал. И теперь я покажу вам, как правильно подавать кисель на десерт. Для начала я взял вот такие креманки. И на дно креманок выкладываю фрукты. Выкладываем где-то на 1 треть. Нектарины, вишню, сливу. Выложили. Теперь я беру кисель, который у меня уже остыл, и имеет вид вот такой легкой консистенции. Киселят также наливаем немного, потому что сверху мы будем это все подавать с ванильным мороженым. Для этого я беру ложку для мороженого. Если, конечно, у вас нет под рукой ложки для мороженого, то вы можете воспользоваться обычной столовой ложкой. Опа! И выкладываем второй шарик по кукреманке на кисель. Вот такая получается красота. Я надеюсь, что эти простые рецепты вы запомните и без труда приготовите. Ну а я с вами прощаюсь и до встречи на телеканале Домашний. Продолжение следует...